Немало людей собралось в выходные и на 11-м музыкальном фестивале «Лето» в Тобольском Кремле. И даже проливной дождь не стал помехой для ценителей оперы. Как прошел галоконцерт, расскажет наш культурный обзреватель Дарья Власова. Случилось то, чего так боялись артисты – проливной дождь. Накануне фестиваля на генеральной репетиции музыканты больше всего переживали не о знании материала, а о прогнозе погоды. Инструменты, они не предназначены в принципе для того, чтобы играть на улице. Они предназначены для помещения, где определенная влажность, определенная температура. Конечно же, это влияет очень сильно. Но в особенности мы все боимся дождя, потому что под дождем играть в принципе невозможно. Однако все получилось, и даже дождь не помешал совершенному звучанию оркестра. Компанию коллективу составила хоровая капелла и солисты Академии молодых певцов Мариинского театра. Вместе они исполнили программу «Оперная гала». Наслаждаться высоким искусством проливной дождь не помешал и 3000 зрителей. Поверх вечерних туалетов разноцветные дождевики. Масштаб проведения этого фестиваля, он уникален. Это свободная открытая площадка, и мы сознательно никогда не делаем ее крытой. Это уникальное сочетание природных и архитектурных здесь особенностей нашего Кремля. В этом году мы в очередной раз попали в топ-200 самых известных и знаковых культурных событий Российской Федерации по версии национального календаря событий «Events in Russia». Лето в Тобольском Кремле стало ярким финалом филармонического сезона. Теперь коллектив уходит в отпуск. Но ненадолго, а через месяц, нужно готовиться ко Дню области. На сцене, большой концертной сцене выступят наши коллективы Тюменской области вместе с Театром «Русская песня» и коллективом Надежды Бабкиной. Конечно, мы готовим хорошую программу на праздник на воде. Это будет небольшой сюрприз. Наверное, большой сюрприз. Оркест будет находиться непосредственно на лоне воды. Будут еще сюрпризы ко Дню области и на следующем фестивале «Лето» в Тобольском Кремле. Возможно, через год публика увидит балет или оперетту. Однако это пока секрет. Будем следить за афишей.